Маньяна В нашем языке слово маньяна означает «не сегодня», то есть сегодня этого не произойдет. Зачем делать сегодня то, что можно отложить на «не сегодня»? Если мы не смогли найти решение, мы говорим «маньяна», значит, может быть, завтра найдется выход. Вообще, завтра будет лучше, чем сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Женщины в Гаване любят и умеют следить за собой. Невысокий доход красоте не помеха. Здесь часто рассказывают, как однажды иностранец спросил молодого кубинца, «Вы такие нищие, а чего же вы такие счастливые?» На что тот ответил, посмотри вокруг. У нас море красивых темпераментных женщин, теплый океан, лето, круглый год, фрукты, зажигательная музыка и танцы, отличный ром и великолепные сигары. Что еще нужно человеку для счастья? Мы находимся в красавице Гаване. Это мозаика из моря, музыки, пальм, веселых кубинских ритмов и красивых женщин. Гавана очень разная. Красивая и разрушенная, пахнущая розами и мусорными баками, с бирюзовой водой океана, с ярко-солнечными или стертыми временем декорациями улиц и площадей. Город поражает не архитектурой, а уникальной атмосферой. Большинство старинных домов с колоннами и лепниной не представляют исторической ценности. Во всем мире такие кварталы давно снесены под новую застройку. В социалистической Гаване строят мало, поэтому здесь сохранился дух ностальгического ретро. Начало прошлого века во всем его обветшалом великолепии. В Гаване можно увидеть много разрушенных зданий. Это из-за нехватки стройматериалов. Но у нашего революционного правительства есть план реконструкции города. Строятся новые районы, например, Аламар, Мирамар. А в старых районах внимание уделяется в первую очередь историческим постройкам. Набережная Малекон также становится все краше и краше каждый день. Набережная Малекон не просто символ современной Гаваны, но и любимое место отдыха горожан. Здесь проходят не только карнавалы и спортивные состязания. Здесь можно ловить рыбу или просто болтать, сидя на парапете. Сегодня в Гаване проживает более двух с половиной миллионов человек. Город делится на Старую Гавану, Центральную, Ведадо и район Мирамар. В Старой Гаване раньше селились бедняки, рабочий класс и бывшие рабы. Сегодня тут живут обычные кубинские семьи. Местные жители поговаривают, что именно в Старой Гаване можно встретить больше всего колдунов и колдуней. Для нас дерево Сейба – это религиозный символ. Это дерево было посажено 54 года назад известной колдуньей. В округе и сейчас живет много людей, исповедующих различные африканские религии, например, чангов. По своим праздникам верующие чанга собираются у этого дерева, ходят вокруг него и приносят жертвоприношения в виде цветов, фруктов, а иногда даже животных. Улочки в Старой Гаване узкие, длинные, пересекают друг друга и неожиданно выводят на большие площади. В каждом доме есть гостиная с креслом-качалкой, телевизором и столиком с семейными фотографиями. Из-за нехватки жилья повзрослевшие дети строят вторые этажи на крышах одноэтажных домов своих родителей. Дом, где живет Наталья, 1828 года постройки. Он, как и все дома в Гаване, государственный, и ответственность за его состояние тоже несет государство. Здание находится в аварийном состоянии, окна выбиты ураганами, с потолка течет вода, где-то нет даже пола, а большинству обитателей не по карману ремонтировать свое жилье. Дом поставлен в очередь на капитальный ремонт, но когда это произойдет, никому неизвестно. Наталья приглашала архитектора, но тот отказался заняться реконструкцией, откровенно сказав, что отремонтировать здание невозможно. Впрочем, гаванцы обладают уникальной способностью во всем находить позитив. Ванная просторная. Когда моя подруга Сантьяго де Куба увидела, как я живу, она сказала, что я живу во дворце. Почему? Ведь у меня есть вода в кране, у меня есть унитаз, можно вот душ принять и постирать. Так что это дворец. У моей подруги в Сантьяго вообще земляной пол, а у меня мозаика на полу старинная. Правда, неизвестно, сколько этот пол протянет еще. Все здание трескается. Напротив Старой Гаваны, через воды гавани, расположена крепость Ля Кабанья. Раньше по выстрелу из пушки закрывался порт и город, а теперь ежедневно в этот час актеры торжественно разыгрывают театрализованное действие. На маяке, который венчает вход в гавань, расположен контрольно-пропускной пункт. Отсюда посылался сигнал тревоги, если приближающиеся корабли несли не мирный груз, а флаг войны. Хорхи Гименес стал смотрителем маяка после победы революции на Кубе. Хорхи считает, что его работа самая главная и почетная в Гаване. И гордится своим опытом и профессионализмом. Многих капитанов он узнает, едва услышав их голос по радио. Вот этот флаг мы вешали на мачту для приветствия кораблей из бывшего Советского Союза, которые заходили в порт Гаваны. Это как бы знак добро пожаловать. И знак прощания тоже. Граница между Старой и Центральной Гаваной – бульвар Прадо. Улица вымощена цветными плитками, а вдоль нее стоят двух- и трехэтажные дома. На Прадо расположилось величественное здание Капитолия. Сразу за Капитолием видны корпуса крупнейшей табачной фабрики на Кубе. Фабрика делает сигары с 1845 года. Сейчас она ежегодно производит около пяти миллионов сигар. Кубинские сигары – самые лучшие в мире. Это результат соединения солнца, знаний и человеческого труда. Сигара делается из пяти табачных листов. Внутренние три листа содержат аромат, а внешние два – это как платье женщины, которое должно быть красивым. Самые известные марки – это Кахиба, Монте-Кристо, Ромео и Джульетта, Портагас. Все высочайшего качества. Каждая сигара делается вручную людьми с многолетним опытом. С 16 по 19 век Куба была монополистом во всем мире по производству табака и сахара. Сахарный тростник привез на Кубу Христофор Колумб с Канарских островов. И теперь он выращивается на Кубе повсеместно. В 17 веке сироп из сахарного тростника стали использовать для производства первых видов рома, очень крепких и терпких. В те времена кубинский ром был напитком пиратов. Постепенно улучшая технологии очистки и производства, в Гаване создали ром, известный сегодня на весь мир, мягкий, приятный и освежающий. Для Гавана Клаб выбирают светлую патоку сахарного тростника высочайшего качества, которая проходит естественную ферментацию. Для этого используется чистейшая вода из кубинских родников и дрожжи высшего качества. Затем, не спеша и аккуратно, мы проводим процесс перегонки рома. Напиток выдерживают в специально отобранных бочках из белого дуба, затем смешивают с водкой из сахарного тростника, в результате чего получается молодой ром. После этого ром опять выдерживают в бочках. По цвету рома вы можете определить его выдержку. Самые известные коктейли на основе светлого рома – мохито и дайкири. Выдержанные ром пьют неразбавленным или со льдом. Ром и сигары – и сегодня основные статьи кубинского экспорта. Еще одна появившаяся сравнительно недавно, в начале прошлого века – кубинская музыка. Музыка, которую не только искрометно исполняют, но и зажигательно танцуют. В Мирамаре и в Ведадо дискотеки открываются только в 23.00. До часу ночи там довольно свободно, зато в час ночи яблоку негде упасть. Начинается такая вечеринка. Танцуют везде – на сцене, на танцполе и даже между столиками. Все любят танцевать, все хотят танцевать. Там и местные, и иностранцы. Те, кому не по карману дискотеки и бары, с удовольствием танцуют и дома, и прямо посреди улицы. Любовь к красивой жизни у кубинцев в крови. Особенно у кубинок. Они стремятся к общению с иностранцами, которые, в отличие от бедных соотечественников, всегда могут оплатить вход в клуб и коктейли. Таких женщин здесь называют испанским словом «хенетера». И некоторые из них зарабатывают за ночь намного больше, чем гаванский врач за месяц. Кто-то из девушек надеется встретить свою любовь и уехать с Кубы навсегда. Для кого-то это просто заработок. Характерно, что подобный вид отношений не воспринимается как проституция ни самой девушкой, ни обществом. Просто так принято. Даже мужья относятся к промыслу своих жен спокойно и с одобрением. Но официально, естественно, проституция запрещена. На Кубе молодым девушкам запрещается общение с иностранцами. Якобы это форма проституции. Если власти увидят меня, разговаривающие с иностранцем на улице, меня могут задержать и потребовать удостоверения личности. За этим последует предупреждение. Или если у тебя уже были предупреждения, может закончиться тюрьмой. Несмотря на запреты, девушки нередко встречаются с иностранцами только ради того, чтобы красиво провести время. Посидеть в ресторанах, сходить в ночной клуб. Ведь для подавляющего большинства гаванских женщин эти удовольствия недоступны. Коммунистическое правительство надежно ограждает своих граждан не только от внешних, но и от внутренних буржуазных соблазнов. Здесь запрещено совершать какие-либо сделки с недвижимостью. У кубинцев нет собственности. Все принадлежит партии и государству. Запрещена морская рыбалка. У большинства граждан нет заграничных паспортов. Общаться с туристами нельзя не только на улице, но и в собственном доме. Если житель Гаваны пригласит иностранца к себе домой, а тот вдруг решит остаться на ночь, то гаванец будет в лучшем случае оштрафован на тысячу долларов. А в худшем ему грозит тюремное заключение с конфискацией квартиры. До мая 2008 года в стране было запрещено иметь мобильный телефон, DVD-плеер, а главное компьютер. Все запреты объясняются единственной благой целью – заботой о духовном здоровье нации. По поводу интернета. У нас есть доступ в интернет. В школах, в университетах, но не в домах простых кубинцев. Почему? Правительство контролирует наш доступ в интернет, ограничивает нас от таких вещей, как порнография. Школы обеспечены компьютерами и доступом в сеть уже в течение нескольких лет. Для развития детей правительство не жалеет средств. Ради здоровья детей в стране запрещено есть говядину. Убийство коровой преследуется законом. Коровы дают молоко, а молоко необходимо, чтобы вырастить здоровое поколение. В Гаване каждый ребенок с рождения и до 7 лет ежедневно получает литр молока бесплатно. В стране официально действуют две валюты – песо и конвертируемые песо. Последние были введены на замену американскому доллару. Курс составляет примерно 1,24. В Гаване до сих пор существует система продовольственных карточек. В магазинах, торгующих за песо, невысокие цены и крайне скудный ассортимент – крупы, мука, соль, сахар. В магазинах, принимающих конвертируемые песо, выбор намного богаче, но и стоимость товаров сопоставима с мировой. Но идеалом своей революции кубинцы искренне верны и всей душой любят ее героев. Здание Министерства иностранных дел украшает самый большой в мире портрет Че Гевары. И это вовсе не требование властей. Кубинцы делают татуировки с его изображением, носят кепки и береты с символикой революции Че. Его улыбку, немного отрешенный взгляд, растиражированный по миру на миллионах открытых, местные художники с любовью воспроизводят на стенах и заборах, на самодельных вывесках вдоль дорог. К бессменному на протяжении многих десятилетий лидеру Фиделю Кастро, как и ко всем ныне живущим вождям, отношение менее однозначное, чем к погибшему герою. И хотя вслух его политику критиковать не принято, в приватных беседах личность товарища Фиделя упоминается без чрезмерного пиетета. Улицы его именем не называют и памятников ставить не спешат. Но в большом сердце кубинцев есть место и для любви к тяжело болеющему сейчас вождю. Помимо официальных плакатов с правительственными лозунгами, в Гаване немало неформальных граффити на стенах, да и просто картонных табличек на дверях, где маркером написано «Долгих лет жизни нашему Фиделю, храни его Бог». А на дискотеках, в залах или в барах неоном сделана лаконичная надпись «Фидель». Фиделя Кастро есть за что вспомнить добрым словом. Благодаря его реформам Куба превратилась в одну из наиболее развитых стран мира в области медицины и образования. Сегодня на Кубе около 68 тысяч врачей, по одному доктору на 170 жителей. Это почти в два раза больше, чем в Америке или во Франции. Своя поликлиника есть практически в каждом гаванском дворе. Частные клиники и больницы запрещены. Все врачи являются государственными служащими. Куба славится своими специалистами. И иностранцы приезжают сюда лечиться, так как мы обладаем новейшими технологиями и предоставляем качественное обслуживание, например, в области глазной хирургии. Деньги, полученные за лечение иностранцев, по сути дела, содержат нашу систему здравоохранения. Ведь для кубинцев медицина абсолютно бесплатна. Заработная плата врача в Гаване составляет всего 20 долларов в месяц. И это одна из самых престижных и высокооплачиваемых профессий в городе. Несмотря на невероятно низкий уровень доходов населения, последние десяток лет Куба по праву может похвастаться одной из лучших систем образования на обоих американских континентах. Государство финансирует как среднее, так и высшее образование всех кубинцев. На Кубе образование обязательно для всех детей с 5 лет. Оно бесплатное. Это позволило нам покончить с безграмотностью. Теперь кубинские учителя ездят решать проблему безграмотности за рубеж, в страны Латинской Америки, например, в Боливию или Венесуэлу. Здесь нет частных образовательных учреждений. Бесплатное обучение имеет политическую и идеологическую составляющие. Поэтому гаванцы, желающие получить высшее образование в местном университете, дают обязательство использовать полученные знания исключительно на благо коммунистической родины. Впрочем, касается это лишь граждан Кубы. Иностранные студенты обещаниями отделаться не могут. Им приходится выкладывать за университетский курс от 4 до 7 тысяч долларов в год. Для уровня образования, который обеспечивают университеты Гаваны, эта плата не слишком высока. Поэтому сюда нередко приезжают учиться даже из Соединенных Штатов Америки, несмотря на непростые политические отношения между странами. Мы, кубинцы, большие оптимисты. Всегда с надеждой смотрим в будущее. Если у нас до сих пор было столько проблем, то это из-за американского эмбарго. Эта блокада никому не нужна. Ведь американцы теряют много денег из-за нее. Но мы верим, что завтра будет лучше, чем сегодня. Мы верим в идеи нашей революции. Американская эмбарго немало поспособствовала формированию неповторимой ретро-атмосферы Гаваны. На улицах города просто нет современных машин. Все дожившие до сегодняшнего дня автомобили были закуплены в США еще до революции. То есть более полувека назад. Услуги автомехаников не роскошь, а жизненная необходимость для местных автолюбителей. Здесь можно увидеть старенький американский Форд с бампером от Волги. Или совершенно невероятное самодельное авто, собранное из частей разных машин. При этом все машины в Гаване раскрашены в ярчайшие цвета радуги. Это Бьюик 57-го года. Моторы, почти все детали до сих пор оригинальные. Все с фабрики. Приборы, фары, руль, двери. Бампер американский, не от лады. Только гидравлику пришлось заменить. Ну и шины, конечно, пришлось советские поставить. А так все американское. Бензин в Гаване стоит очень дорого. Поэтому горожане в основном пользуются системой общественного транспорта – камелос. Это большие грузовики-верблюды на несколько десятков человек. Коко-такси, велорикши и конные повозки служат туристам и богатой части населения. В последние годы в городе появились и современные автобусы, закупленные в Китае, но их не хватает, чтобы перевезти всех желающих. Больше всего в стране популярен автостоп. Он не только разрешен, но и поощряется государством. В местах самых больших скоплений народа, особенно в пригороде, работают специальные служащие Лос-Амарилус, которые помогают добраться до места назначения. Лос-Амарилус имеют право останавливать машины с государственными номерами, и если кому-то из очереди по пути, шофер обязан их подбросить. Если же он не захочет остановиться, то по номеру могут вычислить предприятие, которому принадлежит данная машина, и наложить на него штраф. Но прибегать к этой мере не приходится. Кубинцы с удовольствием подвозят даже тех, кому с ними совершенно не по пути. На Кубе совсем другое ощущение времени и пространства. Никто никуда не торопится. Работает всего около четверти населения, поэтому на улицах всегда много народу. Мы любим играть в бейсбол, футбол, баскетбол и карты. А вот эти карточки – это как бы наша валюта. Ими мы расплачиваемся. У детворы много своих игр. Например, тромпы – это такие волчки, на них наматывается веревка, и они крутятся на полу. Эль парчи – надо бросать костяшки и двигать фишки по кругу. Мария – под стишок все хлопают в ладоши и крутятся. Самая популярная детская игра в Гаване – «Лас Болос» или «Болики». Болики бывают разные – прозрачные, с непрозрачной звездочкой внутри, стеклянные и металлические. Мы играем в стеклянные шарики. Игра называется «Болики». Она заключается в том, что противник должен выбить твой болик своим боликом как можно дальше. Жизнь гаванцев течет у всех на виду. Двери в домах всегда распахнуты настижь. По улицам носятся галдящие босоногые детвора. Старики неспешно перекладывают костяшки домино. Молодежь танцует под песни уличных самодеятельных музыкантов. Субтитры создавал DimaTorzok Говорят, что счастье – это не событие, а ожидание. Поэтому самые счастливые моменты нашей жизни мы переживаем в детстве. Гаванцы остаются детьми до глубокой старости. Они всю жизнь проводят в ожидании счастья, выстроив свой собственный уникальный мир, светлый и немного наивный. В Гаване всегда светит солнце и звучит музыка. А проблемы? Если не думать о них сегодня, то завтра они решатся сами собой.